Мы разобрались с тем, как редактировать старые страницы, и сегодня перейдем к теме создания нового. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Для этого придется рассказать о меню, но буквально в двух словах. Потому что еще раз, у меня есть подробный курс по работе с административной панелью WordPress. Ссылка в описании. В частности, в пятом и шестом уроках я рассказываю об этом подробно. Итак, вот у нас главное меню, которое, по мнению разработчиков, покрывает все потребности стандартного сайта НКО. Это действительно так покрывает. Но. Что делать, если вам нужно добавить сюда, например, страницу с составом вашей команды? Помните, когда мы добавляли команду через блок, мы выяснили, что по каждому сотруднику есть дополнительное описание. Но оно нигде не появляется. А ведь оно есть, как тот суслик. Сейчас мы его найдем, но для этого нужно добавить пункт меню. Меню можно настроить отсюда, из кастомайзера, либо отсюда, из административной панели. Мне больше нравится административная панель, и в курсе по WordPress я показываю настройку меню именно на примере админки. Это внешний вид, меню. И тут у нас есть такая штука категории людей. Ну то есть сюда вынесены страницы и категории. Не буду останавливаться, смотрите в курсе. Добавляем в меню, редактируем, по меньшей мере название меняем. Оно будет отображаться в меню, и длинное название это нехорошо. Обязательно нажимаем сохранить меню, и на сайте у нас появляется новый пункт. Наша команда. А вот так теперь выглядит наша команда, и по каждому человеку есть своя отдельная страница. Которую вы можете редактировать вот здесь, в людях. То есть вот Александр мостовой, давайте даже лучше возьмем не вымышленного мостового, а реального меня. Берем информацию обо мне с сайта Теплицы. И вставляем на мою страницу. Можно даже красиво оформить, например, с помощью блоков. Ну да не будем. И теперь на сайте в информации обо мне появляется вот такой вот текст. Уже похоже, что я действительно сотрудник организации. А собственно затеял я это все, чтобы показать, как создать страницу с плагином для сбора пожертвований Лейка. Поскольку на старом сайте у меня не было пункта помочь. Или я ее случайно удалил, но здесь она неожиданно появилась. Но видите, тоже, конечно, совершенно не оформленная. Поэтому покажу на существующий, но вы теперь уже знаете, как создать эту страницу с нуля и запихнуть в меню. Редактируем страницу. Сначала преобразуем в блоки. Потом удалим все ненужное. И теперь поистине бомба. Добавляем блок. И номер один у нас здесь сбор пожертвований. Вставляем и ничего не происходит. Что случилось? Что такое? Спокойствие, только спокойствие. Вот здесь нужно выбрать компанию и появляется вот такая красота. Вообще подробнее о настройках Лейки у нас также есть отдельный курс. Ссылка в описании. Поэтому рассказывать не буду, скажу лишь, что этот плагин вы можете добавлять куда угодно. Но я бы на вашем месте не злоупотреблял. Можно вообще оставить на одной странице и заводить ссылками или блоками с призывом к действию. Сейчас покажу, как это делается. Единственное, в меню можно переместить этот пункт вниз, а то он как-то теряется. А для этого мы переходим в меню и кнопку «Как помочь» просто перетаскиваем вниз. Теперь на сайте она у нас внизу. Мне кажется, так более заметно. А я сейчас покажу, как добавить блок с призывом к действию и завести его на эту страницу. Вот, например, «Хроники борьбы». Очень подходящая страница, чтобы призвать жертвовать. Открываем «Редактировать страницу» и вставляем блок. Можно, кстати, вставить главный блок. Тут тоже есть кнопка. Но мы вставим призыв к действию. Оформлять не буду, фото меняется, текст тоже. Нас интересует вот эта кнопка. Это вот здесь. Текст кнопки. Что-то обрезается. Непонятно. Возможно, где-то что-то глючит. Сейчас проверим на сайте. Тем более, что все равно туда идти за ссылкой. Обновить. И на сайте. На сайте все нормально. Так, теперь ссылка. Как помочь? Во-первых, она появляется в левом нижнем углу. Можно просто запомнить. Тем более, что ссылка простая. How to help. Или можно открыть страницу. Сейчас только раздвину экран. И вот здесь, в строке браузера, полный URL. Копируем и возвращаемся на страницу Хроники борьбы. Редактировать. Плагин. Кнопка. И вставляем скопированный URL. Обновить. И теперь в Хрониках борьбы у нас появляется вот такой замечательный призыв к действию. И при переходе по кнопке Помочь проекту мы попадаем на страницу с плагином для сбора пожертвований. Мне кажется, что все, кто был скептически настроен по отношению к переходу на Кандинский 2.0, уже оставили свой скепсис. И вот прямо сейчас открывают в свой менеджер паролей в поисках пароля от админки WordPress. А пароли, особенно от админки WordPress, должны быть сложными. И хранится именно в менеджере паролей. Ну что же, не буду вам в этом мешать. По крайней мере, до следующего урока.